В эфире наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Стало известно, что в страшной аварии, которая случилась 2 апреля на трассе в Тольменском районе, погиб известный предприниматель, основатель кондитерской компании «Озорная шишка» Денис Пчельников. С ним в машине была вся его семья, жена и двое маленьких детей. Как пишут журналисты РБК, ссылаясь на друзей Пчельникова, водительский опыт у Дениса был внушительным. Однако столкновения избежать не удалось. Добавим, что Денис Пчельников и его супруга в 2016 году в Барнауле основали компанию по производству кондитерских изделий, меда и сувениров с использованием алтайских шишек. А в 2017-м один из десертов был признан лучшим туристическим сувениром России. В последние годы семья жила и работала в Новосибирске, но регулярно бывала в краевой столице. Когда и где состоится прощание с погибшими, пока не сообщается. А вот в Бийске двое пьяных мужчин в автобусе избили кондуктора и пассажирку. Правоохранители проводят проверку. Между тем скандальная видеоконфликта попала в сеть. На нем двое нетрезвых бейчан щелкают семечки в салоне автобуса и кидают кожурки на пол. Кондуктор сделал им замечание, за что один из мужчин ударил ее по лицу. За нее вступилась пассажирка, ей тоже досталось. Сейчас полиция изучает все детали инцидента. Пострадавшие девушки, в свою очередь, не требуют компенсации, а лишь просят, чтобы хулиганов наказали по всей строгости. Продолжаем выпуск. Более 2 миллионов рублей за три месяца переплатили жители края по тарифам за ЖКХ. В госинспекцию обратились около полутора тысяч жильцов многоквартирных домов. На сегодняшний день проверили более 500 жалоб. Как сообщает в пресс-службе краевого правительства, люди, недовольные резким повышением цен за отопление и за вывоз отходов, также вызывают недопонимание рост тарифов на содержание и ремонт домов. Как выяснилось, сотрудники многих управляющих компаний нередко вносят в договор специальный пункт, который позволяет ежегодно менять размер платы без обсуждения с жильцами. О подобных нарушениях необходимо сообщать в госинспекцию края. А между тем, Барнаульский водоканал готовится к паводку. Сегодня специалисты покажут, как работает система водоснабжения во время активного таяния снега. Известно, что во время паводка талые воды стекают в обь. Очищенную воду из реки бьют жители всего Барнаула. На период подтоплений, канализации, очистные сооружения меняют график работы, для сотрудников проводят дополнительные инструктажи, проверяют колодцы. Также уже заготовлен дополнительный запас реагентов, необходимых для очистки воды. Смотрите в вечернем выпуске новостей, как горожане могут помочь ВД-каналу пережить паводок и действительно ли можно пить воду из-под крана. 240 тысяч рублей. Такой ущерб нанесла незаконная охота депутата районного сельсовета. В Краевом следственном комитете возбуждено уголовное дело. В сентябре прошлого года депутат сельского совета, имя его не указывается, без официального разрешения пристрелил дикого лося на территории Угловского района. Обычно за такое преступление грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. Официально же весенний сезон охоты начнется уже на этой неделе. Зарегистрировалось около 7 тысяч охотников. Первый в этом году сезон стартует 7 апреля. До 16 числа можно будет охотиться на гуся, а с 27 апреля по 6 мая на Уток, Глухаря и Тетерева. А сегодня управление ГИБДД Барнаула проведет рейд по парковкам. Инспекторы проверят, соблюдают ли водители правила или все же занимают места, отведенные инвалидом. Напомним, они обозначены специальной разметкой и соответствующим знаком. Некоторые водители на это не обращают внимания. За такое нарушение правил остановки или стоянки водителям придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей. Сейчас в рейде вместе с сотрудниками ГИБДД находятся наши корреспонденты. Много ли им удастся поймать нарушителей правил, расскажем вечером. А в завершении этого выпуска еще раз напомним о том, что совсем скоро на Алтае зацветет моральник. В честь этого долгожданного для многих туристов события 1 мая состоится праздник «Цветение моральника». Традиционно именно он объявляет о начале летнего туристического сезона. Сегодня на пресс-конференции организаторы обещают рассказать обо всех сюрпризах, которые готовят этой весной. Уже известно, что гостей встретят несколько десятков творческих коллективов. Это будут и барды, и ансамбли, исполняющие народную музыку и современные диджеи. Ну а подробнее о том, что ждет гостей праздника, смотрите в вечернем выпуске новостей. А прямо сейчас о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае переменная облачность, без осадков. Прохладнее всего ожидается в Камнинабе около 4 градусов выше 0. В Бийске и Славгороде плюс 10. В Белокурихе, Зминогорске и Рубцовске до плюс 17. В Барнауле без осадков днем 5 градусов тепла. Напоминаю, телефон редакции 722-440. Эти и другие новости подробнее в вечернем эфире. Редактор субтитров А.Семкин